Друзья, на одной из выставок я увидел теплоаккумулирующую, теплоемкую печь ГФС, но прошел мимо, потому что она была в дорогущей обкладке. И вот сегодня я иду по другой выставке, и что я вижу? Я такой, ну ни хрена себе! Это для русских, это для бедных, можно самому обложить кирпичом всю эту мощь, отвечает эксперт. Конечно же можно. Это теплонакопительный, конвекционный камин Grand Premium называется, массой 500 кг. То есть только одного чугуна 500 кг? Здесь я на самом деле еще больше сейчас расскажу. Масса стандартной печи чугунного агрегата самого 500 кг. Вот эти вот модули, которые мы видим, такие необычные, это увеличивающие теплоаккумуляцию модули. И их можно сколько угодно, ну не сколько, но еще несколько. Ну в ограниченном объеме, да. Вот этот верхний, это крышка, нижний, это еще деталь топки, они идут в базе. То есть два таких модуля всегда уже есть. А вот эти два, они дополнительные. Их можно докупить третий. Каждый по 100 кг. То есть здесь в итоге получилось 700 кг теплонакопительного чугуна. Охренеть, охренеть! Стартуем, нагреваем сначала конвекцией помещений, чтобы быстро получить тепло. Потом конвекцию перекрываем, заглушаем. И печь долгое-долгое время отдает потом тепло. Просто охренеть! Я, ребят, каюсь, прошел мимо, но просто печь, ну была огромная в облицовке, но мне такие не нравятся. А тут вижу, без облицовки стоит, продается, будет и в облицовке, и без. То есть это каналы, правильно, газоходы, да, в каждом модуле в три штуки. И вот он сплошной соединен чугун, ну с чугуном, это вот одна деталь сплошная. А как они проходят, это прямоток или это... Нет, нет, ну, видимо, прямотока нету, да. Так, вообще ростка. Это рассекатель каменка, естественно, тоже пирольный газоход, ручка управления. Она перейдет, конечно же, отсюда, через тросик на, естественно, портал печи. Это моя любимая. Нержавейка. Да. Охренеть. И стоит, посмотрите, на чугунных ножках. Это чтобы можно поднимать высоту, чтобы под разные облицовки, под разные задачи, то есть... И, естественно, огромное стекло. Естественно, огромное стекло. И что-то мне что-то напоминает. Вот это вот, мне напоминает вот это вот. Это идентичные детали. Нет, детали немножечко не идентичны, они отличаются. Но мы использовали все вот наши вот эти вот фишки. Теплосъем и теплопередающие штыри внутри есть, если есть. И штыри внутри? Мать-те-божья. Нет, за дешево не смейте продавать. Тут прямо технологии накрутили по максимуму. Чистое стекло Е. Где там оно должно быть? Не знаю, не вижу. Обдув. Оно появится. Сейчас дверка пока что временно стоит. Опа! Я понял. То есть это супер новинка. Все остальное другое. А портал пока еще у нас от Печегром. Это концепт. Скоро. Скоро будет доступно. И вот этот вот подход сам, то что можно просто агрегат купить и обложить самому кирпичом. Просто вы же знаете сколько стоят облицовки. Вот. А кирпич, что он дешевле. Главное, чтобы ГФС стали такую вещь продавать прямо по модульно, чтобы можно докупить. То есть, ну ты купил небольшое какое-то помещение, тебе этого хватит. Надо увеличить. Докинул еще пластину. Эх, вот эту бы пластину в развернутом бы виде посмотреть. Ну, в принципе, мне и так понятно, что это прямо удар по бородатым дедушкам, потомственным кирпичникам. Вопрос только цены. Если кирпичник просит 150 рублей выложить один кирпич, ну в Подмосковье во всяком случае, это так, без стоимости кирпича, то если перемножить вот эти вот все кирпичи плюс стоимость работы и посмотреть сколько будет стоить 700 килограммовая кирпичная печь и сравнить сколько денег захочет ГФС вот за эту печь, это можно будет уже говорить более серьезно. Но я вообще не могу приоткрыть, 250 тысяч она будет стоить. Это базовая топка. 250, 250, 250 за 700 килограмм. За 500. За 500. Сейчас я вспомню, что я вчера видел, а вчера я видел за 300, не, ну в облицовке я видел, не, нормально, бюджетно. Ну, слово бюджетные 350 тысяч как бы из моих уст звучит смешновато, но с другой стороны у нас же и люди все, кто на автомобиле ездят, покупают автомобиль не по 600 тысяч, как раньше, а по пару миллионов, то есть деньги как-то они поменяли свою стоимость. Я конечно понимаю, что есть люди, которые 45 тысяч получают, но в зубы им дают, да, в клювик, но откуда-то люди берут сотни тысяч рублей сейчас. Я думаю, что это очень неплохая вещь для покупки в дом, особо если вы сами сможете это все облицовать. Ну а если у вас миллионы миллионов, то конечно вы можете взять печку в роскошной облицовке, лакшери, суперфьюжн и экхибишн, вот. Блин, ну что сказать, респект, в правильном направлении двигайтесь, почетная уважуха. Давай корягу и жду от тебя на твоем канале полный обзор с топкой, в интерьерах, как вы любите все по красоте показать. Обязаемся, обязуемся снять. Название какое далее? Гранд премиум, потом еще цифрка появится. Вкуснота.